Масса мероприятий ждала Бурятию в этом году. Приобщиться к культуре улан-уденцы могли на многочисленных премьерах. Это необычная постановка «Дядя Ваня» от театра имени Евгения Вахтангова, который приезжал в Бурятию в сентябре. И знаменитый фестиваль «Голос кочевников», где выступили артисты из 12 стран мира. И, конечно, открытие культурного фонда «Марихира Ивата», а также многое другое. Но обо всем по порядку. 1 сентября в Улан-Удэ стартовал второй международный фестиваль «Алтанц РГ». Бурятский драматический театр готовился встречать почетных гостей. Кроме артистов российских национальных театров, были и зарубежные из Монголии. Но главной изюминкой нынешнего фестиваля, конечно, стал визит труппы одного из ведущих театров страны имени Евгения Вахтангова. Я талантлив, умел, смел. И смешил нормально. И с меня могу выйти. Шопенгауэр, Достоевский. Я заработавался. Я с ума сошь, матушка. Кроме дяди Вани, в течение недели именитые вахтанговцы сразу на двух театральных площадках города представили зрителям Улан-Удэ свои лучшие спектакли, среди которых лауреат многочисленных премий Евгений Онегин, хореографический спектакль Анна Каренина и другие. После триумфальных гастролей в Бурятии труппы театра в полном составе отправилась в Тбилиси, затем в Лондон, Канаду, Францию и Италию. Главным событием сезона в Театре оперы и балета стала трехдневная концертная программа, посвященная 75-летию оперного. Задача ставилась глобальная – рассказать наиболее полно о прошлом театра, его выдающихся спектаклях, личностях, основателях, режиссерах, дирижерах и художниках. Сделано емко, театрально и очень интересно. Готовила концертную программу режиссер-постановщик из Москвы Елена Артюхина. Немножечко не похоже на то, что я делаю в других театрах. Это всегда очень неожиданно по результату. Это жизнь, это нюансы, вот эта неожиданность результата, она меня очаровывает. Поэтому я с огромным удовольствием работаю с артистами Бурятского и Бурятского театра. В сентябре в Национальной библиотеке Бурятии стартовал долгожданный 19-й книжный салон. По традиции организатора мероприятия пригласили поучаствовать в нем именитых гостей – писателей, актеров, музыкантов и других талантливых личностей. Книги на бурятском языке, сборники о буддизме, красочные собрания, сочинения для детей. Все это разнообразие литературы можно было лицезреть на 19-й ярмарке. Книжный салон дает прекрасную возможность обсудить новые перспективы, познакомиться с новыми интересными людьми, открыть для себя новые имена в просьбе, поэзии, завязать сотрудничество, перспективы, взаимовыгодные проекты обсудить. Ежегодно хожу на книжные салоны для того, чтобы что-то приобрести из литературы, подышать воздухом культуры, ощутить аромат новых книг. В уходящем году состоялась единственная в своем роде выставка Светланы Ренчиновой. На протяжении 45 лет творчество автора полностью посвящено созданию бурятскому художественному текстилю, не существовавшему до нее в художественно-эстетической форме. Ее главная заслуга – внедрение в область художественно-творчества нового, не существовавшего прежде волосяного гобелена. Ею создан собственный, запатентованный стиль работы, продиктованный жестким материалом – конским волосом. Гобелент, который я привезла из пустов гобелена в Бурятию в 1966 году, здесь уже понятия не имели даже художники, что такое гобелент. Это гобелент очень продолжительный по технологии. Если ты сделаешь, как говорится, не художественный эскиз, то работа будет похожа на половик. Еще одно культурное событие в истории бурятского кинематографа. «Степные игры» Баира Дышенова стартовала в октябре этого года. Картина рассказывает истории о трех воинах, живущих в разное время. Первый без имяны умирает несколько лет назад. Второй Пурбе – ветеран Чеченской войны, бывший десантник, воевал два десятка лет назад. И третий, молодой воин Батор, возвращается из армии только сейчас. У героев разный возраст, но объединяет их то, что все они живут в одном месте и соединены через степь и бурятские песни. Напомню, фильм «Степные игры» был одним из основных участников на Монреальском международном фестивале этой осенью. Он получил положительные отлики от именитых критиков, что сподвигло организаторов на внеплановый дополнительный показ в заключительный день работы. Год культуры завершился для Бурятии знаковым событием. Свою работу начал культурный фонд «Марихира Ивата». Его главная задача – поддержка молодых и перспективных артистов, творческих коллективов, организации гастролей и мастер-классов. Все для поддержки и сохранения искусства. Люди объединяет именно духовные части и культуры. Я недавно вспомнил с этим темой. После войны у нас общая цель Японии была догнать и обогнать в Америку. То есть в Японии все были голодные, но не то, что друг друга себя забрали, а мы объединили и что-то делали. Вот когда люди объединяются вместе, то что-то можно сделать. Таковы ключевые события в области культуры в этом году. Следующий 2015 год объявлен годом литературы. Каким он будет, покажет время. Наталья Китаева – первая альтернативная.